Цифровой лаборатории Архимед На задней стенке устройства расположены гнезда Датчики необходимо подключать начиная с первого гнезда и дальше по мере заполнения Вот таким вот образом Это простой и надежный датчик для измерения температуры На всех датчиках указан диапазон допустимых измерений Этот датчик способен измерять температуру в диапазоне от минус 25 до 110 градусов по Цельсию Он устойчив к небольшим ударам Достоинство его заключается в том, что результат измерения сразу выводится в виде графика Он менее инерционен, чем ртутные спиртовые термометры Хочется сказать о двух его недостатках Для измерения температуры необходима цифровая лаборатория Архимед И так как датчик металлический, его нельзя помещать в среду, вступающую реакцию с железом, например, кислоты Перед применением датчик необходимо подключить к цифровой лаборатории Архимед Поместить следу, температуру которой мы измеряем Если это невозможно, то плотно прислонить к телу Правила измерения температуры такие же, как и в обычных термометрах За счет того, что термометр металлический, он обладает хорошей теплопроводностью Поэтому для измерений необходимо меньше времени, чем у его классических аналогов Давайте посмотрим использование данного датчика в демонстрационном эксперименте Который показывает, что температура воды не поднимается выше температуры киплина Его можно использовать для подключения цифровой лаборатории Архимед к проектору Далее нам необходимо настроить цифровую лабораторию Архимед для вывода изображения на проектор Включаем Находим пуск, нажимаем Далее нажимаем на настройку Панель управления Есть иконка внешний монитор Выбираем внешний монитор Нажимаем ОК Далее нам выходит сообщение, что переключиться на внешний монитор необходима перезагрузка Чтобы произвести переключение, нажмите кнопочку ОК Нажимаем Неудобно использовать стилус на темном экране, поэтому для удобства подключена компьютерная мышь в нашу цифровую лабораторию Разъем для подключения компьютерной мыши находится рядом с разъемом для подключения проектов Запускаем программу бульти лаб Запускаем программу бульти лаб Для этого кликаем на груз Выбираем пункт программы Наука Здесь находится наш бульти лаб Кликнем в него Ждем, пока запустится наш программ Включаем датчик температуры, как по цифровой лаборатории Ахимия И настраиваем ремонт Выбираем пункт меню Регистратор Заходим на стройки Частоту замеров выбираем Каждую 10 в 7 Число замеров 500 Но будет достаточно ОК Подмещаем сосуд с водой в штатив Для того, чтобы измерить температуру воды Вам необходимо подместить наш датчик температуры в сосуд с водой Нажимаем на кнопку начало эксперимента Наш эксперимент начался Далее каждые 10 секунд цифровая лаборатория Будет автоматически снимать показания татчика И воспроизводить их на экран Мы видим Что татчик замерился в температуру воды И она сейчас Не больше чем 25 градусов по Цельсию И не изменяется Помещаем нагревательный перевод в шкот с водой Мы можем наблюдать от нагревания постепенно увеличивается температура вода. Хочу обратить ваше внимание на то, если вы используете нагревательный клепот с открытым пламенем, необходимо следить за тем, чтобы провод датчика не выпадал под действием пламени. Для этого я использую еще один удержатель. Через некоторое время вода начинает закипать, и мы можем наблюдать, что температура повышается медленнее, и в конце концов становится прямой. Обращаем на это внимание детей и фиксируем результаты в страде. Выключаем наш нагревательный клепот, и сможем заметить, что график температуры постепенно начнет падать. для того, чтобы совершить эксперимент нужно нажать кнопку окончания эксперимента. Данный эксперимент можно посмотреть в обычном виде. Здесь мы видим данные каждого завера. по определенной температуре. во время использования цифрового датчика температуры. Удобство заключается в том, что в режиме реального времени результаты измерения можно увидеть на доске. На этом я хочу закончить свое видео. Спасибо за внимание. С вами была Ларя Валентина, учитель физики, церковь образования номер 2051. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...